итак друзья встречаем рассвет вместе с вами уже больше пяти утра где-то пол шестого приближается и с той стороны должно зайти солнце но пока что я его не вижу единственное что меня очень заинтересовало это вот это вот или облака или иного какой-то видите небо полностью безоблачная и вот это вот черная или треугольная какая-то форма висит прямо над нами можно сказать больше нету нигде никаких облаков и ничего похожего на вот эту странную форму сейчас я вам покажу все небо вот смотрите видите небо чистое голубое нету не облаков нет вообще ничего и звезд не видно но вот тот вот объект я бы так назвал где он есть у нее сейчас никуда стоп не вижу не вижу а вот он где-то там за ветками уже вы видите на восходе солнце вот за ветками не фокусируется но через ветки мы можем рассмотреть его что вы думаете такое смотрящий корабль наблюдателей потому что просто зависли в небе вот это непонятное облако или какой-то межгалактических корабль и так друзья еще самое главное нам с вами посмотреть что же происходит с дневным солнцем которое начало греть очень и очень сильно по сравнению с холодными зимними днями допустим сейчас даже когда мы с вами снимаем вот этот видеоролик я чувствую какое-то тепло от солнца которого раньше не замечала еще нам очень важно понять форму солнца потому что с глазами мы не можем сейчас на него посмотреть и нет ли рядом каких-то объектов инопланетного происхождения или объектов которые питаются солнечной энергией и присасываются к нему я сейчас попробую приблизить максимально солнце чтобы еще лучше рассмотреть все подробности давайте вот таким образом понаблюдаем и с помощью фильтра из стекла сварщика мы можем видеть хотя бы контур солнца но визуально это просто кругляшок не видно что это шар не видны вот эти вспышки единственное что почему-то происходит сильное подергивание у солнца хотя камера зафиксирована но есть какое-то движение не знаю это связано именно самим солнцем или может может быть с атмосферой что маловероятно так скажем в любом случае мы видим этот эффект оно движется куда-то направо и немножко вниз не видим больших огней или протуберанцев по краям солнца просто зеленый кругляшок я бы сказал не шарик который именно трясется потрясывается на улице нет ветра погода идеальная а почему то вот этот кругляшок у нас потрясывается что очень и очень странно пытаясь немножко отдалить и показать вам как она выглядит издалека так скажем можно отдалить еще немножко но уже видите будет расплываться и мы увидим стеклышко через который мы снимаем само солнце давайте приближать максимально рассматривать если вот таким образом на него посмотреть то что мы сможем увидеть в любом случае происходит какая-то тряска я не держу камеру руками она установлена стационарно и мы много раз так снимали солнце но вот такой явной тряски не было никогда здесь же что-то прямо солнышко наше затрясло и очень и очень сильно просто невероятные кадры на самом деле что-то странное все полностью зафиксировано но почему-то солнце трясет так вижу там внизу под солнышком кстати только что пролетел самолет и видимо оставил небольшой химтрейл сейчас я отмотаю может быть мы увидим в отдалении полоска такая в левую сторону идет действительно от этого большого фонарика очень жарко и происходит вот этот раз давайте максимально вот так увеличим посмотрим все происходящее но также не видно здесь никаких присосавшихся инопланетных объектов не видно и черных точек вот этих вот солнечных пятен или взрывов как мы понимаем солнце иногда бомбят и стараются как бы разогреть его то есть врезаются в солнце ракеты что-то еще тем самым солнце разогревается но почему же такая тряска не могу понять почему же солнце так колбасит невероятный эффект какой-то можем понаблюдать немножко издалека как все выглядит но при таком отдалении не виден сам солнечный круг видна лишь вспышка как будто мы вот мы глазами смотрим если честно глазами сейчас на солнце вообще нельзя смотреть я смотрю как раз маленькую камеру точнее даже экранчик если глазами живыми наблюдать поднимать голову к верху то просто закрывает глаза и обжигает вы знаете иногда можно на солнце смотреть сейчас вообще невыносимо слишком яркий фонарь который почему-то трясется сейчас мы приблизим еще раз посмотрим этот фонарь или наше солнышко ну в принципе оно наше родное любимое но почему-то ему в данный момент очень скажем так жаркое оно светит ярко-ярко глаза вообще не смотрят туда и оно трясется вот этот факт случился у нас по весне мы видели восход солнца посмотрим и закат но нет ни одного черного пятнышка самое главное нет ни одного инопланетного объекта по крайней мере я не вижу вот это очень и очень странно давайте повнимательнее посмотрим его и нижнюю часть увеличим максимальный попробуем рассмотреть что там у нас происходит но в принципе никаких изменений все точно так же как сверху есть вот эта нестандартная тряска если вы посмотрите мои предыдущие видео о солнце то что всегда мы видим примерно один и тот же зеленый кружочек но такой тряски не происходит в этот раз почему-то прямо штормит его не знаю какой то невероятный эффект с чем может быть связано как вы думаете все таки это проблемы в нашей земной атмосфере или в том что происходит какая-то подзарядка солнца или вообще его замена поэтому именно зимой солнышко греет и светит похуже а весной может быть нам подменяют его или разгоняют так скажем еще раз повторюсь что иногда происходит взрывы на солнце и туда прям попадают ракеты но нам говорят что это метеориты иногда нам говорят что это какие-то там планеты за ним но я четко и вижу знаю всегда что это реально бомбардировка потому что после вот такой бомбардировки часто происходят магнитные бури вспышки на солнце такие очень и очень сильные которые как нам рассказывают долетают до земли и люди чувствуют вот эти вот магнитные бури факты невероятные но в данном случае мы с вами точно и наверняка зафиксировали что солнце круглое вспышек нету пятен нету протуберанцев по краям нету нету инопланетных объектов пролетающих по крайней мере я не заметил присасывающихся объектов к солнцу тоже я не вижу но есть один самый главный фактор что его солнце наше достаточно сильно трясет а вот это главный вопрос почему пишите пожалуйста в комментариях все таки ваше мнение давайте порассуждаем каким образом это возможно и так сейчас постараюсь снять просто невероятный момент не знаю получится он или нет с левой стороны луна справа летит приближается самолет сможем ли мы зафиксировать его прямо перед луной или все таки он пролетит немножко выше очень интересный такой момент ну фокусируйся кажется чуть чуть выше он летит вы сейчас должны будете его уже увидеть или уже видите не знаю вот он вот он несется самолет ну ка ну ка ну ка пройдет он перед луной или нет ах чуть чуть нам не хватит знаете на фоне луны снять вот этот невероятный пролет выше выше он проходит и видите прямо над луной пролетает самолет фантастика кадры конечно феноменальные да чуть чуть выше луны хотелось бы мне чтобы на ее фоне еще немножко подождем следующий пролет может быть нам все таки с вами и повезет сегодня мы видим луну именно такой опять же видим ее днем когда у нас на небе солнечно хороший день опять небо все голубое голубое мы можем посмотреть все внимательно что вокруг нас деревья столбы и почти около горизонта солнышко но в любом случае луна освещается как обычно не полностью то есть нет такого момента чтобы мы увидели полнолуние красота друзья красота только что мы с вами проговорили что самолет пролетел немножко выше луны вижу еще один подлет самолета вот так вот пока что он где-то там вот за веточками за этими кустиками он пролетает и знаете если просчитать траекторию возможно он все таки где-то пролетит и даже прямо на фоне луны но дай бог чтобы нам повезло потому что ну такую фантастику я думаю еще никто не снимал посмотрим сейчас более внимательно он уже вот за этой одной веточкой так он уже приближается вы должны видеть его вот он летит самолет следующий ну-ка пролетит ли он прямо перед луной вы посмотрите или чуть чуть выше опять пройдет кадры конечно невероятные ну-ка 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 так он летит 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 ну-ка может быть перед самой луной сейчас секунду снимаем ближе вот ну-ка по луне пролетает самолет фантастика кадры невероятно у нас получилось это снять и вот он уже удаляется самолет от луны ну просто супер у нас сегодня съемочка получилась самолет пролетел на фоне луны будем ждать может быть еще какой-нибудь самолет полетит и нам удастся прямо зафиксировать по центру так друзья вижу следующий самолет летят один за одним такое впечатление что сегодня у нас происходит какой-то штурм луны и вы знаете они держат именно одно направление пролетая обязательно где-то прямо рядышком с луной или на ее фоне надеюсь видите вот приближающийся самолет с правой стороны это уже получается третий буквально съемка ведется в течение пяти минут и в течение пяти минут летит один самолет за другим кажется вот это третий самолет должен тоже попасть прямо на фон луны мы сейчас будем приближать все смотреть фокусировка сбилась здесь камера автоматически настраивает так он уже где-то на подходе самолетик не знаю видите его нет с правой стороны он летит мне самого плоховато видно но чем будет ближе к луне приближаться тем я буду увеличивать вот он летит видите справа летит летит неужели выше пройдет или все таки на фоне луны хоть бы на фоне луны было бы замечательно кадры были бы фантастически приближается третий самолет кажется он прямо пройдет по центру или по самой луне но фантастика мы должны зафиксировать этот момент да четко посередине луны сейчас пролетит самолет смотрите как это произойдет я начинаю приближать увеличиваем 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 вы посмотрите эти кадры по центру луны пролетает самолет невероятно и вот видите полоса химтрейлов и тут же она растворяется просто феноменальные кадры мы с вами сегодня снимаем и он уже уходит дальше волшебно итак друзья я думаю вы сами очень удивлены от всех этих происходящих моментов но каким то образом прямо в сегодняшний день когда хорошая погода голубое небо вы знаете мы посмотрим сегодня и посмотрели что происходит с солнцем и вот там на фоне встающей луны вошедшей или взошедшей над горизонтом летит самолет за самолетом и прямо знаете только что мы с вами посмотрели они движутся стараются попасть перед луной ну просто невероятно что три самолета подряд в течение там 5-10 минут пролетели перед луной примерно на одном уровне кадры конечно шикарные великолепные будем наблюдать за небом все больше и больше нам нужно понять что происходит но весна принесет нам множество интересных открытий я думаю вы это понимаете вообще погода хорошая весеннее настроение просто шикарное надеюсь у вас тоже так что наши приключения с вами продолжаются и так все таки мне пришлось возобновить съемку потому что не тут то было только только говорю вам до свидания вижу где то вдалеке мы должны сейчас с вами разглядеть вот летит еще один самолет уже четвертый все по тому же самому маршруту попробуем его приблизить не знаю пройдет ли он на фоне луны или все таки наверное этот уже полетит немножко ниже да этот четвертый самолет летит ниже луны получается они движутся таким образом один самолет выше луны другой ниже и все он прошел уже под луной но тут еще такой фактор что луна на самом деле восходит и она движется как мы знаем что луна имеет свое собственное движение и она никак не зависит скажем от земли или то что земля вращается как я предполагаю что луна сама по себе поднимается это все описано в книге енуха ну и в других источниках точнее в научных такого вы не узнаете это источники другие это источники жизненные как мы с вами вот она опять луна в дневном небе третий день подряд мы снимаем и наблюдаем за ней а теперь давайте понаблюдаем за закатом солнца в прямом эфире как оно выглядит немножко конечно такой опять овальной формы почему то но хочется прямо зафиксировать тот момент когда солнце полностью зайдет и скроется за горизонт вот видно четко что оно не круглое да вот просматривается какой то овал максимально сейчас приблизим посмотрим сейчас она заходит у нас за деревья видите там небольшие верхушки деревьев и вот оно начинает опускаться ниже но форма именно овальная движется немножко правее в самый низ вот обращаю внимание что всегда в тот момент когда начинается закат солнца появляется в отдалении какая то облачность или пелена вот сейчас уже солнце у нас сравнялось с землей скажем так с горизонтом и начнет потихонечку заходить края у него не совсем ровные да и формы вы видите овальное почему то солнышко хотя глазами сильно не рассмотришь но когда оно было на небе казалось что именно круглое на закате солнце почему то вытянулось стало немножко овальное вот оно движется все ниже и ниже фокусировка сбилась сейчас я немножко отъеду вперед и назад настроим камеру нам немножко может помешать вот это здание с правой стороны но лучше места я пока что найти не могу так какой то шпик или какая то башня торчит видите за солнцем черная какая то полоска или что это такое может быть антенна я сам пока не знаю не видел этой антенны до этого что это точно точно есть я не знаю сейчас солнышко уйдет я повнимательнее рассмотрю вот она движется ниже и правее вот возможно какой то столб конечно там расположен но глазами я пока что ничего не вижу вот ниже 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 вот 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 солнышко заходит ну это у нас получается столб там какой то столб стоял и все вот таким образом она выглядит скрывается все таки все ниже но как говорят умные люди возможно отдаляется возможно все таки заходит за землю в любом случае оно движется само я думаю что земля здесь вообще не вращается и ни при чем остается совсем маленький кончик от солнышко светло и сейчас оно полностью скроется за горизонт ну ну все друзья вот и солнышко конец а кто видел молодец вот уже наступила у нас ночь темное время суток и луну на небе сегодня можно рассмотреть просто великолепно она очень и очень сильно яркая не знаю каким образом это происходит но даже глазами это как будто бы большой прожектор который сам сегодня светится и излучает вот эту вот энергию также на небе полным полно звезд единственное что камера их не может приблизить и могу вам сказать что чуть-чуть левее от луны находится большая медведица давно тоже ее не видел уже с самого нового года попробуем вот так приблизить рассмотреть все более внимательно в нижней части она открылась еще сильнее по сравнению со вчерашним днем много изрезанных кусочков в нижней стороне есть вот с левой стороны очень хорошо заметен кратер а по центру то ли гора то ли космический аппарат какой-то но в середине не пустота и вы должны сами понимать что не может образоваться такое отверстие от какого-то удара скажем на луне все это не просто так и если бы что-то попадало туда то во первых не исчезало бы и не было бы такой горой по центру как сейчас мы видим вот этот вот неизвестный объект давайте переведем луну еще посмотрим раз она так сильно и четко сегодня видна у нас хорошо наша задача увидеть те самые города или инопланетные объекты которые там существуют уверен что не просто так луну можно увидеть три дня подряд в таком хорошем качестве и вы знаете она во первых очень сильно приближена к земле во вторых светится сама каким-то нереальным светом даже сейчас мы четко видим что освещение у нее равномерное солнце давно нет над горизонтом сейчас уже ночь а луна видна просто великолепно и что же ее может освещать задайте сами себе такой вопрос как не то например что это ее собственное внутреннее свечение сейчас мы очень внимательно рассмотрим и верхнюю ее часть чтобы точно заметить что именно там расположено много светящихся точек огней и видите когда большой какой-то кратер или более светлый фон от него расходится множество лучиков такое впечатление что сто процентов это была или бомбардировка или кто-то пытался вылезти из луны скажем так или скажем взрыв какой-то был произведен что во все стороны разлетелись вот эти маленькие лучики которые мы сейчас и можем наблюдать например видя вот этот вот невероятный кратер кстати чуть чуть ниже светящийся вот с левой стороны это кратер аристарх в честь древнего ученого который предполагал что земля статична и никуда не движется между прочим так же думаю я очень хочется посмотреть и на эти темные черные лунные моря опять же сегодня мы четко видим что они повернуты в верхнюю часть сторону но не справа именно четыре черных крупных лунных моря расположены сегодня вверху вы запомните пожалуйста этот момент потому что много раз потом будете замечать что они расположены или просто справа или даже снизу справа это эффект переворачивания луны на 45 градусов по часовой стрелке и 45 градусов против часовой стрелки думаю кто часто наблюдает за ней тот прекрасно это знает хотя в школе почему-то об этом никто не рассказывает например хочется конечно заснять еще те самые инопланетные корабли может быть нам это и удастся сегодня сделать в любом случае мы продолжаем свое наблюдение и это главное пока есть возможность и наконец то за три месяца небо открылось мы получаем просто идеальные картинки луны что проходи происходило в те зимние месяцы когда все небо было в облаках в тучах и в какой-то пелене мы не знаем поэтому возможно это уже другая луна не та настоящая или предыдущая которая была на небе как мы можем предполагать что луны могут подменять сто процентов луну никто не может изучить и проследить за ней каждый день или в течение года 365 дней так как луна то скрывается за облаками то уходит куда-то за землю то прячется то у нее фаза светящаяся иногда бывает чернолуние поэтому на сто процентов о луне никто ничего не знает контролировать ее ежедневно невозможно она живет своей собственной жизнью еще увидел над горизонтом прямо на юге светящуюся звезду над городом давайте же ее приблизим что она из себя представляет и более внимательно рассмотрим думаю это опять тот же самый какой-то инопланетный или голографический объект вот ее максимальное увеличение в 150 раз все четко видно что она пульсирует моргает это фиолетовый какой-то полукругляшок полутреугольник можно сказать даже с улыбкой внутри и по краям имеет зеленый контур то набухает то немножко гаснет переливается очень и очень сильно и такое впечатление что это даже одноглазый смотрите внутри виден черный кругляшок на уровне глаз а внизу улыбка клоуна такого сейчас уже немножко другую форму имеет ну как будто бы кто-то над нами знаете смеется видите то уменьшается то нарастает вот такая вот звезда сейчас присутствует в небе прямо на юге мы ее зафиксировали в тот момент когда луна очень сильно освещена и очень ярко что это за аппарат или объект пожалуйста предполагайте и высказывайте свое мнение расположена точно точно на юге сейчас такое впечатление что даже два глаза таких рядышком и улыбка во весь рот невероятный кадр я и удаляю опять вот она звезда над городом а чуть чуть левее расположена луна вот тут вот тут вот тут и вот тут у нас сверху луна смотрите вот видите вот наша луна вот невероятное что мы можем сегодня увидеть буквально только одну две звезды камерам камера может различить других объектов камеры не видит не распознает чтобы вы понимали вот луну мы видим во всей красе вы видите как четко она сегодня видна освещена и картинка конечно невероятная поэтому мы знаете самый главный эксперимент провели зафиксировали луну в течение трех дней с тех пор как она стала появляться на дневном небе и вот три самых хороших дня мы можем видеть и наблюдать все происходящие процессы над ней облаков не вижу туч тоже никаких еще немножко левее видна большая медведица ну и множество различных звездочек ярких буквально несколько одну из них мы все-таки смогли снять на видеокамере она расположена на юге и имеет вид такой или форму голограммы светящегося объекта переливающегося очень часто я вижу эту звезду она немножко выше горизонта и почему-то расположена именно на юге как раз мы смогли ее зафиксировать друзья я думаю это важный фактор и нужно наблюдать нам и за ней за всеми объектами мы смотрим и солнце луну звезды ищем нло и рано или поздно мы заснимем невероятные кадры как например сегодня пролетающий самолет на фоне луны также мы когда-нибудь снимем пролетающий нло на фоне луны и это будет просто шедевр который распространится по всему миру на все века ну и все друзья сколько бы я не стоял в этом месте снова не ждал пролетов каких-либо самолетов на фоне луны их не случается значит нам с вами суждено было зафиксировать эти моменты и вы учитывайте что точно таким же образом пролетают инопланетные космические объекты на фоне луны и вот нам нужно будет обязательно с вами все-таки суметь зафиксировать пролет не только настоящих самолетов или таких скажем легальных объектов но и тех самых межгалактических кораблей которые кружат сейчас над нами в атмосфере следят за землей контролируют всех нас я же говорю вам на этом до свидания мы продолжаем размышлять интересоваться всем окружающим миром что же вокруг нас происходит мы скоро увидимся поехали пока и бум а и 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